здравствуйте мои дорогие рукодельницы кто не знает меня зовут людмила я по вам очень соскучилась и соскучилась по своей работе на моем канале еще не было такого большого перерыва между видео я была на отдыхе и к сожалению скорее всего не было возможности и времени для вас вязать и снимать мастер-классы но наконец-то я дома поэтому потихоньку вхожу свой рабочий режим и готовлю для вас новые мастер-классы на осень так что готовьтесь будем вместе вязать а сейчас я хочу вам показать обзор на два рукодельных магазина которые для вас нашла один из них находится в дубае на протяжении всей видеосъемки играла музыка к сожалению на ю тубе сейчас очень строго с посторонней музыкой я не хочу рисковать поэтому я отключаю звук и включаю для вас какую-нибудь хорошую мелодию чтобы вам не было скучно но и думаю что не обязательно там говорить все на экране увидите цены там дирхамах я вам буду переводить на экране в долларах так как это самый оптимальный вариант канал мы смотрят не только русские белорусы но и другие страны поэтому думаю что в долларах будет всем удобно ну и цены конечно там очень большие поэтому я не позволила себе купить пряжу то есть две три два три моточка для меня мало а чтобы купить больше для меня показалось это очень дорогое видео смотрите до конца потому что после первого обзора сразу выйдет обзор 2 рукодельного магазина который я нашла в египте он небольшой но я там нашла арабскую пряжу и купила несколько моточков поэтому после обзора я вам сразу покажу и расскажу что я приобрела себе я надеюсь вам понравится мой видео обзор поэтому усаживайтесь поудобнее всем приятного просмотра поехали мы уже едем мы сейчас находимся в богатом районе как вы видите на экране мы проезжаем за большими заборами красивые богатые виллы коттеджи как хотите так называйте и такие виллы позволить себе купить могут только богатые люди и соответственно здесь в этом районе магазинах тоже все дорого я ранее говорила уже вам про пряжу но это не значит что в арабских эмиратах все дорого здесь можно купить недорогие продукты вещи любой товар даже дешевле чем допустим взять беларуси это не придумано я лично сама покупала и с уверенностью могу сказать что здесь можно жить только конечно нужно знать английский язык ну вот наконец мы уже приехали в тот самый мол сейчас нам нужно будет найти наш магазин ну Продолжение следует... Продолжение следует... Нам подсказали, что он находится на втором этаже, мы сейчас следуем туда... Продолжение следует... И вот уже виднеется наш магазин... называется он graftland магазин здесь небольшой пряжи тоже не так и много большой выбор хлопка разных цветов все яркие красивые красочные детских хлопок есть и также можно тут купить более теплую пряжу еще мне понравился отдел с тканями здесь большой тоже выбор тканей все красивые яркие красочные цвета ну сейчас вы все увидите сами мы и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok 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 вот такую пряжу я приобрела в этом магазине как вы поняли там в основном одна турецкая пряжа нет смысла покупать турецкую там когда можно купить здесь поэтому мы спросили если у вас их пряжа именно египетская потому что хотелось попробовать новинку и вот они нам мы показали вот на эти три вида пряжи это вот эта пряжа сейчас мы подробнее рассмотрим такая вот два моточка и 4 моточка вот такой вот ну и вот вот эти вот два два вида пряжи я взяла уже до кучи это уже знакомая для вас это лиза супер лана миди и 5 моточков серого цвета и вот такая вот это лизы cotton gold полухлопок тоже красивые нежные оттенок вот и вот такие вот моточки я взяла 2 моточка очень мне понравилось рассветка серо-розовая это так и написано здесь стопроцентный египетский хлопок 100 грамм метров сколько не понимаю я здесь ничего не написано и тут все по-арабски дальше в общем ниточка сама мне очень понравилась она такая нежная и похоже очень на бэлу но только немножко она потоньше чуть-чуть потоньше так вот такая же на ощупь и я немножко связала образец ниточка очень хорошо понравилось следующие моточки здесь правда написано турция тут посмотрите состав и метраж мне тоже понравился цвет я взяла 3 моточка она такая тоже нежная и интересная так скручена такая как буклированная но сразу скажу что я наверное пока с нее не буду взять потому что у меня много для вас сейчас на осень поэтому хотя очень хочется попробовать новую пряжу но пока я отложу ее сторону поэтому все еще впереди а вот и вот такие вот четыре моточка они сказали что это же их пряжа здесь не совсем тоже все понятно написано я только поняла что здесь стопроцентный акрил но тут что на арабском языке немного написано и тоже вот 100 грамм а сколько метраж какой непонятно ну неважно в общем честно говоря я бы акрил вообще у себя такой не купила но так как новая пряжа с египта то я решила взять просто для коллекции чтобы было ночью нибудь свяжу с нее вот а также они не дали визитку этого магазина я тут правда ничего тоже не поняла номера телефонов какие-то сайты еще у них есть все на арабском в общем тоже будет на память вот на этом все я думаю подробнее мы эту пряжу потом с вами еще рассмотрим рассмотрим когда буду вязать я надеюсь вам не было скучно спасибо всем за просмотр готовимся к новым мастер-классом у меня для вас очень много интересного как крючком так и спицами и мастер-классы которые вам обещала обязательно для вас сниму сейчас я вам желаю хорошего настроения до новых встреч пока 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...